В последнее время очень много негативных новостей на самом деле, и очень хочется, чтобы таких новостей было поменьше, или хотя бы мы смотрели на нашу с вами жизнь с другой стороны, формируя тот самый положительный имидж и развивая его. Мы очень много об этом говорим на самом деле, но мне кажется, что пока что в этом направлении очень мало делается. И это зависит не только от руководства той или иной страны, когда формируется имидж, это зависит от нас с вами. Потому что от того, как мы смотрим на некоторые вещи, от того, как мы комментируем некоторые вещи, от чем мы пишем, очень многое зависит восприятие людей, которые читают, и зависит восприятие внешнего мира. Весь контент, который будет публиковаться, все материалы и все темы, носят исключительно гуманитарный характер. То есть там не будет никаких материалов о скандалах, расследованиях, интригах, никаких материалов о назначениях, каких-то политических дебатов, предвыборных кампаний. Это очень важно. Нам хочется рассказывать о нашей культуре, об этнографии. Нам хочется рассказывать друг другу и миру в первую очередь то, о чем хочется говорить громко и то, чем мы гордимся. Можно привести такой простой пример. Допустим, когда мы рассказываем о своей семье, если мы встречаемся с каким-то человеком, понятно, что нет никакой ситуации или там семьи или государства, страны, в которой нет каких-то проблем. Но рассказывая о своем сыне, мы в первую очередь говорим о его достижениях. Мы говорим о том, что он преуспевает в рисовании. Мы говорим о том, что он победил в какой-то олимпиаде школьной. Мы можем не сказать о том, что, допустим, пока он не преуспевает, например, в математике. То же самое и про нас. Если, допустим, мы встречаемся с каким-то иностранцем, который ничего не знает о стране, я говорю о том, что у нас есть вкусная аджика. Другому я скажу о том, что у нас очень зажигательные, энергичные национальные танцы. Третьему я скажу о том, что в абхазском языке 64 буквы. И я об этом говорю с гордостью. Когда меня в ответ они спрашивают, ты говоришь на этом языке? Я говорю, да, мне приятно говорить об этом. То есть я хочу сказать, что мы постоянно говорим о проблемах, мы говорим о том же языке, что он очень сложный, что его сложно выучить. Но задача в том, чтобы выучить этот сложный язык и гордиться этим. Хотел бы выделить две основные. Это все-таки единение абхазо-абазинского и убыхского народа по всему миру. Это укрепление связи, это налаживание новых контактов, это поиск каждого представителя, где бы он ни проживал, где бы он ни находился, и чем бы он ни занимался. Вот благодаря порталу мы хотим знать этого человека в лицо, и чтобы он нас, каждого из нас, знал тоже в лицо. Вторая задача — это все-таки оказание содействия развитию социальной активности. Направление, которым Конгресс будет уделять особое внимание, это культура, язык, это семья и дети, спорт, здравоохранение, ну и молодежь, конечно же. Сегодня у нас за этот период, с декабря 2018 года, на самом деле проделана очень огромная работа. Мы постарались создать работоспособный механизм. Механизм, который будет как в Абхазии, так и в тех странах, где компактно проживают представители нашей диаспоры, будет ориентироваться исключительно на вот те вопросы, которые касаются непосредственно вот каждого из наших представителей. У нас сегодня уже по структуре созданы советы регионального отделения ВАГ, вот о чем вы упоминали. Это Абхазия, это Россия, это Карачао-Черкесская республика, Кабардино-Балкария, Турция, Иордания, Сирия, Европа и Аджария. У нас сформировался высший совет Абхазо-Абазинского конгресса, в который вошли от Абхазии 6 человек, от России 4, от Карачао-Черкессии тоже 4, от Кабардино-Балкарии 2 человека, от Турции 6, учитывая, что Турция является страной, где проживает наибольшее количество наших соотечественников. И Ордания 1, Сирия 1, Европа и Аджария, соответственно, тоже по одному. На данном этапе вот эта структура, которую формируем, мы еще находимся в процессе. То есть это еще не завершенный этап. Нам представляется, что позволить действительно очень эффективно и динамично реализовывать те задачи, о которых мы говорили выше. В ближайшей перспективе, в целях у нас проведение социологического исследования. Какого характера? Мы хотим в каждом селе выявить потенциал этого села. Но говоря о потенциале, конечно, нам не получится обойти и те сложности, которые там имеются и с которыми сталкиваются наши граждане. Исследование по своему характеру будет уникальным. Подобного исследования не проводилось на территории Республики Абхазии. В результате мы планируем, что мы получим так называемый паспорт каждого села, который нам будет показывать в разрезе каждое отдельное взятое село. И согласно тем результатам и тому анализу, который в дальнейшем будет сделан, мы предметно начнем работать в этих селах по улучшению тех или иных индикаторов и показателей. И это вот, хочу вам сказать, что действительно это не популизм, это не какие-то такие вещи, о которых можно рассуждать абстрактно. Эта работа уже началась, эта работа уже делается. Но прошу обратить внимание, что все-таки на данном этапе пока усилия Конгресса сконцентрированы на создании прочной рабочей структуры. Структурно-организационная у нас идет формирование скелета, на который уже будут потом гармонично надеты все остальные компоненты. Тут я еще хотел бы пару слов сказать о другой организации. Это Федерация Абхазских культурных центров, которая на сегодняшний день на территории Турции объединяет 14 региональных культурных центров. И вот они активно вовлечены, участвуют. И вот благодаря такому взаимодействию мы рассчитываем, что и в Турции очень успешно будут реализовываться те проекты и те задачи, которые стоят перед Конгрессом. Ведь в Турции, да, мы говорим по разным оценкам, что там от 500 до там полтора миллиона представителей нашего народа проживает. Но точных данных нет ни у кого. И тут опять-таки портал нам в помощь. Он позволит нам все-таки какую-никакую создать и базу тоже. И такую вот перепись, что ли, если можно так это назвать, предварительную получить. Конечно же, потом уже на основании и той базы данных, которая будет содержаться и будет предоставлена нам благодаря работе по порталам, мы будем точечно в каждом регионе, в каждом селении, в каждой деревушке стараться делать так, чтобы мы и нас знали. И чтобы связи наши укреплялись все больше и больше. Говоря о том, что все мы являемся членами Конгресса и можем принимать участие в его деятельности, это не просто номинально. Я хочу сказать, что мы привыкли, что создаются какие-то различные организации, общественные, благотворительные. Некоторые из них проживают не больше года, есть те, которые успешно работают. Мы просто тихо смотрим и наблюдаем за ними. Когда-то мы радуемся их успехам, что-то там у них не получается и так далее. Но Конгресс — это немножко другой случай. То есть это не просто организация, которая была создана давно, то есть мы знаем, что она была, она есть, она сейчас возродилась, если можно так сказать. И я просто хочу сказать, что это не та организация, на которую нужно смотреть со стороны. Я хочу сказать, что все мы, все вы можете принимать активное участие, это не просто слова, в деятельности Конгресса. То есть это не просто команда людей, которые делают и осуществляют какие-то проекты. У каждого из нас, у каждого жителя села есть возможность прийти и сказать, я хочу вот это и вот это. То есть я хочу улучшить тот регион или ту местность, в которой я живу, я хочу сделать вот это, помогите мне вот в этом. То есть это не просто слова, и мы действительно хотим, чтобы люди, жители нашей страны и не только, и наши соотечественники приходили к нам с этими вопросами. Чтобы мы вместе делали нашу жизнь лучше. И я очень хочу, чтобы это все было не просто словами, а чтобы действительно через какое-то время мы встретились и сказали, вот это мы сделали с этим селом, с этим селом мы провели такое-то мероприятие. Я хочу, чтобы каждый из нас чувствовал причастность к этой организации, а не просто смотрел на нее со стороны и говорил, да, вот это у них получилось, а вот это не очень. Потому что это наше с вами будущее и наша с вами жизнь. Мне бы хотелось, чтобы мы все несли за это ответственность.